Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим перспективы экономики еврозоны через призму банковского сектора и то, что может ждать европейские государства в 2017 году. Так, вчера, 19 января, состоялась пресс-конференция Марио Драги. Также в тот же день была опубликована процентная ставка Европейского Центрального Банка, которая сохранилась на прежнем уровне 0% и ставка по депозитным средствам также сохранилась на рекордно низком отрицательном уровне минус 0,4%. К конференции Марио Драги мы еще вернемся, но говоря о будущем, о перспективах европейских государств, входящих в еврозону 19, следует обратить внимание на то, что происходит не только в реальном секторе экономики, то есть рост и падение непосредственно производства, динамика развития индексов розничных продаж и индексов потребительских цен. Также следует рассмотреть и ситуацию, которая складывается в центральном звене любого государства, точнее экономической структуры государства, а именно банковского сектора. Данный сектор является наиболее чувствительным в плане экономических кризисов, так как известно в 2008 году ипотечный кризис в США был начат именно с падения одной из крупнейших ипотечных гигантов, Лемон Брадерс и соответственно весь остальной кризис произстекал уже непосредственно от данного толчка. Ситуация, которую можно будет рассмотреть, в принципе, была рассмотрена мною касательно банковского сектора европейских государств, также достаточно интересна в первую очередь ситуация в сравнении с американской текущей ситуацией и безусловно с тем, что было в 2008 году. Говоря о европейских государствах, евро в зоне или даже о Европейском союзе, стоит говорить о том, что это не столь единая структура, как можно сравнить с Соединенными Штатами. Так, например, существуют большие различия между темпами развития центральных государств, наиболее сильных Германии, Франции и, безусловно, периферийных стран и ситуацию, безусловно, мы сейчас обсуждаем ситуацию с реальным ростом экономики, то есть ростом реального сектора. Можно заметить на данном графике реальный внутренний валовый продукт, если принятие 2010 года для каждой из стран, расположенной на данном графике за 100 пунктов, то можно заметить, что в целом, безусловно, наблюдался рост, как черная линия показывает, рост реального сектора экономики Соединенных Штатов. Рост 2010 вагона на данный момент данный показатель превышает 110 пунктов. В свою очередь, в среднем рост экономики европейских государств в виде сплошной данной линии показывает, что рост реального сектора экономики в целом в 19 государствах не превысил, точнее сказать, он был намного и намного более умеренным в сравнении с американской экономикой. На данном графике также следует обратить внимание на определенных, так называемых, аутсайдеров, стран, которые, в принципе, так или иначе тянут не только общую статистику европейской зоны вниз, также сдерживают рост, но и регистрируют падение. В первую очередь, следует говорить о экономике Греции, где реальный сектор экономики сократился за последние 5 лет более чем на 18%. Здесь следует учитывать тот факт, что реальный ВВП, он учитывает так или иначе рост цен. Поэтому, говоря о 18-19% сокращении, ВВП следует рассматривать соответствующее сокращение реального производства. Безусловно, данная тенденция, хотя и наблюдается в основном в периферийных государствах, в периферийных проблемных государствах еврозоны, так или иначе наблюдается схожая динамика, как минимум отсутствие развития в прочих государствах. Так, например, в третьей экономике еврозоны наблюдается, что на данный момент в сравнении с 2010 годом также наблюдается сокращение реального ВВП. Данная динамика на самом деле вызывает определенную беспокоенность. В первую очередь тем, что Италия, которой мы будем часто возвращаться в напряжении сегодняшней записи, является не только 3-4, если брать весь Европейский Союз, учитывая, безусловно, Великобританию, которая юридически еще входит в состав экономического союза. Если брать непосредственно еврозону, то стоит говорить, что, безусловно, локомотивом данной структуры является немецкая экономика, а далее следует французская экономика, занимающая 21% от общего ВВП еврозоны, то есть 19 стран, входящих в монетарный, то есть в денежный союз, и, соответственно, 16% от всего производства отходит на итальянскую экономику, которая, как можно заметить, за последние 5 лет, в принципе, данная динамика не сильно менялась за последние 15 лет. Наблюдается, как минимум, затяжная стагнация в данной экономике, что, в свою очередь, провоцируется и экономической, не только экономической, но и нестабильностью, как в политической сфере данной страны, так и в банковском секторе, как мы увидим несколько позже. В целом же, одним из наиболее успешных государств, безусловно, является Германия. Здесь же стоит отметить, что данный рост, реальный рост экономики Германии, так или иначе сравним с ростом ВВП Соединенных Штатов Америки. И, безусловно, достаточно сильный рост показывает и экономика Швеции, которая, в принципе, сама по себе ориентируется на экспортный потенциал, зависит от еврозоны, хотя в нее не входит. Входит, так или иначе, в единое экономическое пространство Европейского Союза, но не входит в монетарный союз. Данные предоставлены Евростатом Европейским статистическим бюро. И здесь, в целом, можно заметить, что схожие динамики, так или иначе, роста, они были более плавными, меньше было расхождение на момент экономического кризиса 2008 года. Уже при прохождении, скажем так, первых двух лет посткризиса данная динамика значительно стала менее слитной, то есть можно наблюдать значительное расхождение между основными государствами. Говоря о безработице в Европе, по данным на октябрь 2016 года, следует обратить внимание на то, что в целом, хотя средний уровень безработицы в европейских государствах, входящих в ЕС, остается на достаточно высоком уровне, более 9%, если рассматривать отдельные государства, можно заметить большую, скажем так, дивергенцию расхождения между основными локомотивами, то есть странами, где наблюдается более низкий уровень безработицы. Так можно заметить, в Германии он достаточно низок. Существуют и страны с тревожным уровнем безработицы, который, в принципе, сохранился на протяжении посткризисного периода в европейской экономике. Здесь остается и Греция с безработицей более 22%, и Испания с безработицей близкой к 20%. И, безусловно, следует отметить и средний показатель по еврозоне, он на чуть ниже 10%, а говоря непосредственно о третьей экономике еврозоны, следует отметить более чем 10-11% уровень безработицы, что, в свою очередь, никак не может положительно отражаться в целом на уровне экономического благосостояния данной экономики. Также и на развитии всех остальных секторов, в том числе и банковского сектора, который, как было сказано, часто показывает основные, самые слабые места в экономике непосредственно перед экономическими кризисами, которые, как показывает история, случаются в глобальном масштабе с периодичностью от 7 до 11 лет. Напомню, что на данный момент начался 9-й год уже после экономической депрессии 2008-10-х годов. Это период, когда наибольше наблюдалась, скажем так, негативная ситуация в целом по еврозоне и Европейскому Союзу. В Соединенных Штатах также этот период был обусловлен с большим скачком безработицы и, соответственно, схожая ситуация была и в европейских государствах в принципе в глобальном масштабе. Возврат к большей стабильности не привел к улучшению ситуации, к сожалению, в плане рынка занятости в Европейском Союзе и Еврозоне. И это говорит о том, что при следующей волне кризиса, которая, безусловно, как минимум из статистических точек зрения состоится в ближайшие 5 лет, скорее всего, соответственно, ситуация в данном плане, в странах, которые все еще регистрируют слишком высокий уровень безработицы, слишком высокий, безусловно, не по отношению к нулевой отметке, а по отношению к уровню естественной безработицы, которые так или иначе находятся выше, но все-таки выше нуля, но намного ниже, чем действительное значение. То есть это значение от 4,5 до, возможно, 6% максимум. Далее, как было сказано, сегодняшняя запись в целом будет показывать определенные специфические моменты, связанные с банковским сектором и той ситуацией, которая складывается по текущий момент, и что ведет к определенной неопределенности в будущем. Как известно, с 2008 года в целом на большом, в принципе, у основных экономик наблюдалось резкое снижение уровня процентной ставки, включая процентные ставки. Данные значения снизились практически до нулевых уровней у большинства государств. Соединенные Штаты были одними из первыми, достигших нуля, нулевой отметки. Были экономики, безусловно, которые достигли и отрицательного значения, то есть это и Япония, и Швеция, и Швейцария. Все это в целом способствовало как минимум снижению уровня ставки по кредитам, которые выдавались во всех данных государствах. И это также можно заметить, что уровень процентной ставки за последние 5 лет в сфере корпоративных кредитов в еврозоне показывал динамику снижения. То есть, можно заметить, в зависимости от кредитов, на которые выдавались, в зависимости от срок, на которые выдавались кредиты, данные процентные ставки были разными. При всем при этом общая динамика показывает определенное схождение. И данное схождение привело к тому, что на текущий момент, на 2016-2017 год, данные значения упали до 2,5% и даже ниже. Это, безусловно, способствовало и в некотором смысле оживлению деловой активности в европейских странах. Также это поспособствовало и уменьшению банкротств и прочим позитивным сдвигам в экономиках еврозоны. Также следует отметить, что в целом за последнее время также наблюдается и тот факт, что европейские банки, как минимум в сравнении с Соединенными Штатами, с банками из Азии, из развивающегося региона, показывают одни из наиболее низких показателей по доходности банковского сектора. То есть доходность на единицу капитала, в принципе, она не превышает за последнее время 4-5%. И это говорит о том, что экономически, как минимум, в плане инвестиционной перспектив, банковский сектор еврозоны остается одним из наиболее непривлекательных. Что часто достаточно было подчеркнуто ведущими канонистами мировыми. И это вызывает обеспокоенность непосредственно и у центрального регулятора Европейского Центрального Банка. Говоря о позитивных сдвигах в том плане, что были предоставлены сверхнизкие процентные ставки, это повлияло и, конечно же, на уровень банкротства, корпоративных банкротств в европейских государствах. Так, если посмотреть на данном графике, заметно, что в тысячи, в низами являются тысячи, ситуация, как в общем, в основных, то есть в странах, входящих в еврозону, показывала определенную стабильность, находясь на уровне ниже 200 тысяч банкротств ежегодно. При всем при этом, как можно заметить, в той же Германии и Франции данный уровень подскочил в 2012 году. В целом, это была тенденция, проявилась в других переверийных также странах. При всем при этом, уровень, точнее, динамика банкротств, корпоративных банкротств за последние 4 года показывает на нисходящую динамику, что, в свою очередь, обусловлено и снижающимися за то время, снижающимися процентными ставками по кредитам, которые были, безусловно, обусловлены и ставками от европейского регулятора. То есть, на текущий момент она составляет 0%, данный показатель сохраняется с марта 2016 года, и до того момента они также показывали нисходящую динамику, что благотворность повлияла как минимум на данные антирекордные значения в еврозоне. Теперь стоит обратить внимание на так называемые безвозвратные кредиты, то есть кредиты, которые показывают задолженность по выплате более 90 дней. Данные неисполнительные, то есть неуплачиваемые кредиты в каждой европейской стране, безусловно, составляют определенную часть. Данная часть доли, точнее, данных кредитов сильно варьирует от того же уровня Германии, где данный уровень составляет меньше 3%. Наиболее проблемными европейскими странами остается, безусловно, Украина, не входящая в Европейский Союз. Из стран, которые входят в Европейский Союз, следует отметить страны, такие как Греция, где текущий уровень проблемных кредитов превышает 36%. То есть из каждой сотни, если брать в целом по сумме, если брать, предположим, что на каждые тысячу евро выданных кредитов, кредиты на сумму 360 евро из данной тысячи не были выплачены в... Схожие проблемные ситуации наблюдаются в основе в периферийных странах. Одни из наиболее проблем остаются Ирландия, Португалия. Ситуация с третьей экономикой еврозоны также оставляет желать лучшего, можно так сказать. То есть на текущий момент регистрируется значение в более чем 16% от общей массы, кредитной массы, которая была выдана, данная сумма остается невозвратной. На окончании 2015-2016 года уровень, общий уровень невыплаченных кредитов в еврозоне превысил 1 триллион евро, что оказалось чуть ниже, чем в 2014 году, которая превысила триллионы сто миллиардов. При всем при этом ситуация в целом на европейском континенте не наблюдается улучшения ситуации, за исключением стран, которые так или иначе удержались от превышения 5-6% уровня данных невыплаченных кредитов. И это в свою очередь точнее, те инструменты, которые европейский регулятор применял, это так или иначе повлияло позитивно, но в проблемных странах ситуация, за исключением, возможно, Ирландии, где наблюдается за последние 2 года, нисходящая динамика. В остальных странах проблемных улучшается ситуация. И говоря о Италии, также на это следует обратить внимание. Данную динамику можно смотреть на данном графике. График показывает уровень невыплаченных кредитов за последние, в принципе, если взять за предыдущие 10 лет. Скажем так, одним из основных периодов является 2008-2009 год, где у основных стран, можно так и включить в них и основные текущие проблемные страны, и в целом Европейский Союз и Соединенные Штаты наблюдалось до 10%. В Соединенных Штатах, где и начался сам ипотечный кризис, данный уровень в 2009 году составлял лишь 5%. Именно в Соединенных Штатах, как известно, началась первая волна экономического кризиса, связанная с ипотечными кредитами. В европейских странах наблюдается ситуация, где достаточно высокая задолженность частного сектора в целом перед банками. И говоря о том, что данная задолженность в большинстве стран, даже наиболее стабильных, таких как Швейцария, Швеция, скандинавские страны, и прочие скандинавские страны, в данных государствах регистрируется уровень задолженности, общей задолженности, то есть выданных кредитов, который превышает больше 100% ВВП данных государств. Если мы возьмем, безусловно, и в данных странах просто этот уровень умножим на назначение по невыплаченным кредитам, можно сказать о той доле по отношению к экономике, суммы, которая как минимум не возвращается на текущий момент и, безусловно, может не вернуться и в ближайшие перспективы. Как было отмечено мною, общая динамика после кризиса 2008 года в европейских государствах не особо улучшилась, то есть можно заметить, что средний уровень так или иначе чуть больше, остается чуть больше 6%, и за последние годы ситуация нормализуется. В Соединенных Штатах данная нормализация достаточно существенная, можно сказать, что в принципе в три раза уменьшилось количество невыплаченных кредитов в американской экономике. Но говоря о проблемных странах, и здесь больше всего стоит обратить внимание на Италию, данный уровень невыплаченных кредитов растет и достаточно высокими тентами. Как также я говорил о Ирландии, то есть за последние два года можно было наблюдать снижение по невыплаченным кредитам с более чем 25%, 26% до текущих 15%, что является существенным улучшением, но, безусловно, ситуация все еще остается тревожной. Ситуация в банковском секторе также Кипра остается на достаточно тревожном уровне. Говоря о Греции, чья экономика все-таки чуть-чуть, тем не менее, не существенная в сравнении с европейскими государствами, но достаточно чувствительная зона и остается и постоянные проблемы с данным государством в плане как безработицы, так и ситуации с банковским сектором, общей задолженности государства, тревожит основных инвесторов в европейские государства. И всем понятно, что при всей разнородности Европейского Союза так или иначе данная динамика будет иметь негативные последствия и не исключено, что с одной из данных трех стран Ирландии, Греции или Италии начнется следующая волна кризиса. И именно это будет банковский кризис, кризис задолженности, также государств, общей задолженности государств. Но данный кризис, как задолженность государств, скорее всего, разразится в странах периферийных, то есть развивающаяся та же Азия, Африка. В европейском же союзе, в еврозоне, наблюдается ситуация ухудшения в банковском секторе. Именно начиная с уровня невыплаченных кредитов. Также, возвращаясь в целом к итальянскому государству, следует отметить и тот факт, что 2017 год будет полон определенных так называемых геополитических факторов риска. И данные факторы, в первую очередь, представляют собой выборы, которые ожидаются в Нидерландах в марте этого года, во Франции президентские выборы в апреле и мае, и, безусловно, выборы в Германии. Но если выборы в Германии более вероятно не приведут к изменению общей геополитической направленности, то ситуация во Франции второй экономики еврозоны и в Италии третьей экономики еврозоны достаточно... Хотя в Италии будет в 2018 году, при всем при этом политическая нестабильность уже достаточно часто собой напоминает о себе. Так, референдум в декабре 2016 года в Италии показал неподдержку, то есть отсутствие поддержки на тот момент действующего действующего премьер-министра Маттео Рензи. И это уже в тот момент говорило о том, что будет в первую очередь изменен закон о выборах и также лишь приводило к дополнительной поддержке реактивных, так называемых, оппозиционных групп, в первую очередь это движение пяти звезд, также есть и северный альянс, ультраправые группировки, то есть политические партии в Италии, которые лишь набирают то есть силу за последнее время. Но говоря о Италии именно в экономическом секторе, следует отметить тот факт, что общий уровень недовольства итальянского населения недовольства именно в плане участия в европейском экономическом пространстве, едином денежном экономическом пространстве в первую очередь привело к тому, что за последние, если сказать с 2000-2000 года, да, взять за последние 15 лет, то уровень уровень ВВП на человека, в принципе, на душу населения с данного за 15-летний промежуток, хотя и поднимался более высоким значением в предкризисный год, но именно после кризиса с улучшением в целом ситуации в банковском секторе также приводило лишь к снижению данного индикатора, а данный индикатор является одним из ключевых, который показывает уровень общего благосостояния населения, и данное снижение не могло не повлиять на экономическую конъюнктуру в целом внутри итальянской экономики, и также на уровень недовольства ситуацией в целом в социальной сфере, да, то есть мы могли, как можно, как мы увидели раньше, уровень безработицы в Италии остается намного выше 10%, и выше в целом уровня по, как в Европейском Союзе, так и в Еврозоне. Данная страна именно в плане того, какова доля в ВВП, какова доля в реально ВВП самой Еврозоны, Европейского Союза, а также, учитывая то, что уровень невыплаченных кредитов в Италии превышает на конец начала 2016 года превышал 336 миллиардов евро, при том, что общий уровень невыплаченных кредитов во всей еврозоне был чуть больше миллиарда, то есть при треть невыплаченных кредитах это не может не вызывать как минимум беспокойности, и за последние полгода 2016 года можно было наблюдать достаточно частые новостные сводки, связанные с банковским сектором Италии. А также в правой части графика можно заметить и ситуацию с занятостью, уровню занятости среди населения в возрасте от 15 до 60 4 лет. При среднем уровне в среди 28 стран, входящих в Евросоюз, уровень занятости в Италии, то есть одним из наиболее низких среди основных как минимум основных стран, входящих в европейское пространство. И также ситуация схожа с Грецией, где уровень чуть больше 50% уровень занятости. В 2016 году был создан Европейский банковский союз. Данный союз был создан с целью в первую очередь предотвратить ситуацию 2008 года, когда спасением банков в Европейском союзе занимались налогоплательщики, то есть именно центральные правительства выкупали так или иначе долю неисполнительных кредитов на тот момент. И данный союз был создан именно для того, чтобы создать определенную базу, которая предотвратила бы тот факт, что именно налогоплательщики выплачивают основную долю задолженности, которая создается при кризисах. В начале 2016 года был проведен так называемый стресс-тест среди основных банков в еврозоне. Данный тест мог показать текущую ситуацию на 2015 год, на тот момент, последние данные, которые имелись. Одной из наиболее вероятных ситуаций по уровню данный график показывает уровень отношения так называемых первого ранга, первого уровня капитала банков. То есть это то, что включает непосредственно обыкновенные привилегированные акции, в целом капитал банка по отношению ко всем активам. И данный уровень согласно положением банковского союза в 2019 году должен составить минимум 4,5% что все равно является достаточно низким уровнем, при всем при этом как показал стресс-тест в худшей ситуации в 2018 году данные банки, которые участвовали в стресс-тестах, одни из основных крупных банков показали крайне низкий уровень и был один банк, который на тот момент уже показывал ситуацию, что в 2018 году более вероятно данный банк будет банкротом. Этот банк является Монте Дел Паски, самый старый банк в мире, который был образован еще в 1472 году и по ситуации еще на лето текущего года ему необходимо было привлечь более 15 миллиардов евро для покрытия неплатежеспособных кредитов. И как показал стресс-тест на тот момент в 2018 году ситуация с данным банком должна была привести просто к банкротству. Данный банк не просто является одним из наиболее старых в мире, точнее самым старым, но он не говорит о стабильности в данном случае, но также он является третьим крупнейшим банком третьей экономики еврозоны. И это в принципе ситуация, которая складывалась за последний десятилетний период с данным банком. То есть можно заметить уровень доходов в целом который измеряется в миллионах евро был достаточно стабилен за десятилетний период, хотя уровень доходов при вычете расходов непосредственно приводил к чистой прибыли, которая показывала очень большие негативные значения, особенно в 2011 и 2014 годах. на середину 2016 года также было зарегистрировано отрицательное значение в районе 1 миллиона евро, что в свою очередь миллиард евро, миллиардные доходы, миллиардные расходы. и это в свою очередь и привело к той ухудшающейся ситуации, что сложилось с данным банком в 2016 году. Можно заметить и снижение цены данного банка за период в первую очередь с начала кризиса 2008 года, плавно снижалась и как показывает практика на данный момент близка к нулю. Здесь стоит обратить внимание на уровень выплат дивидендов данного банка и уровень компенсации совет управления и менеджмента у данного банка. Он зарегистрировал достаточно высокие показатели, возможно, не по отношению к конкурирующим банкам, но при всем при том, что ситуация складывалась не лучшим образом, особенно в 2011 году, когда была зарегистрирована наихудшая ситуация в плане прибыли, были выплачены достаточно высокие размеры данных дивидендов, то есть на уровне 4 миллиардов евро, в свою в свою в 4 десяток миллиардов евро. В свою очередь также и несмотря на отсутствие выплат дивидендов за последние 4 года, очень в 2016 год, уровень выплаты непосредственно совету и ведущим менеджерам не особо изменился. Какова же ситуация с данным банком на текущий момент? в ноябре 2016 года данный банк произвел так называемый обратный сплит, то есть было уменьшено количество акций в обращении в 100 раз, при этом была увеличена цена, то есть это не повлияло на капитализацию данного банка, но улучшило, скажем так, его торгуемость на мировых площадах, поэтому в перерасчете в исторических данных уровень по отношению к текущему должен был составлять в 100 раз больше значений и соответственно если бы данный обратный сплит не был совершен, то и уровень цены, точнее котировки данного банка на момент окончания 2016 года составляли бы лишь 16-15-16 евроцентов при том, что данный банк был достаточно успешным за последние как минимум с начала кризиса он оставался тем так или иначе на плаву. Данный обратный сплит и общая ситуация с задолженностью желание итальянского правительства спасти данный банк привело к закрытию торгов еще в конце 2016 года на данный момент банк не котируется на бирже и торги приостановлены на прежнем уровне то есть при обратном сплите данная цена остается на уровне 15 не исключено что все-таки правительству Италии придется спасать данный банк скорее всего не европейскому центральному банку а именно правительству налогоплательщикам итальянского государства что явно никак не улучшит скажем так образ итальянских правителей в глазах будущих избирателей еще один проблемный банк который дал себе знать в сентябре еще это был Deutsche Bank ситуация с ним постепенно ухудшал с 2014 года в сентябре 2016 департамент юстиции США выдвинул иск на сумму больше 15 миллиардов евро за транзакции которые были совершены по облигациям по облигациям связанных с недвижимостью в Соединенных Штатах также стало известно еще в декабре что данный ИС скорее всего будет улажен с выплатой куда меньшей суммы в районе 7,7 миллиардов при всем при этом так называемая платежеспособность данного банка хотя и оставляет определенные надежды на то что банк вырвется из текущей негативной ситуации в плане финансовых результатов можно заметить что доходы все еще остаются стабильными для данного банка на уровне 8 миллиардов в квартал так или иначе уровень чистой прибыли частенько выпадает в отрицательную зону и на середину 2016 года уровень прибыльности данного банка остается в районе нулевой отметки как было сказано также что вчера стоялась пресс-конференция Марио Драги был сохранен уровень по кредитам средствам на уровне 0% по уровень по депозитным средствам на уровне минус 4 десятых процентов Марио Драги заявил о необходимости структурных реформ то есть данная реплика достаточно часто ее можно услышать из уст главы Европейского Центрального Банка заметно что у данного у Марио Драги ресурс именно возможных рычагов исчерпан и он достаточно часто обращается к европейским странам с призывом сплотиться для решения проблемы роста как инфляции уровня так и с уровнем нестабильного роста реальной экономики который хотя и был который хотя и зарегистрировал рост в 1,7% за 2016 год такой же уровень был в 2015 году по прогнозам на 2017 год данный уровень должен сократиться еще на 0,3% что никак позитивно не влияет на будущее в принципе европейской зоны в целом и это в свою очередь вчера также привело к негативному влиянию на европейскую валюту и существенному снижению в краткосрочных перспективе говоря о ситуации с валютной парой евро доллар в надневном графике в среднесрочной перспективе безусловно и с технической и с фундаментальной точки зрения более вероятно остается нисходящее движение до уровня паритета в среднесрочной перспективе безусловно на текущий момент котировки приближаются к уровню 38% после снижения с середины августа прошлого года также учитывая то что Марио Драги не собирается повышать процентные ставки в ближайшей перспективе а также уровень программы количества смягчения стоит на достаточно высоких значениях для стимуляции экономического развития все это лишь повышает неопределенность инвесторов в европейской государстве как было заметно и банковская сфера также подвержена рискам в еврозоне все это будет оказывать давление на котировки данной валютной пары в первую очередь это будет обсловано как европейским ситуацией в еврозоне так и ситуации в Соединенных Штатах где в 15 в 17 году ожидаются как минимум 3 повышения и это как известно как показывала и показывает история приведет к укреплению доллара США в среднесрочной перспективе данное укрепление не на руку действующему а точнее еще новому сегодня ожидается инаугурация Дональда Трампа не на руку то есть укрепление доллара приводит к снижению конкурентоспособности американских компаний но при всем при этом как минимум в 17 году Дональду Трампу вряд ли удастся существенно повлиять на силу американского доллара при всех тех сильных показателей которые показывает американская экономика более вероятно что повышение силы данной валюты будет превалировать над европейской валютой в свою очередь это приведет к дальнейшему нисходящему движению и говоря о паре европейской валюты по отношению к японской не стоит обратить ситуацию на недельном графике то есть более долгосрочном здесь можно заметить что с окончания 2014 года наблюдается четко нисходящая динамика это обусловлено как снижением котировок европейской валюты за этот период времени так по отношению к доллару потому что это наблюдалось так и усиление позиции японской иены которая в данном случае представляет собой валюту бегства от риска для основных инвесторов а учитывая то что 2017 год более вероятно окажется нестабильным в плане геополитических факторов да в первую очередь это и Соединенные Штаты выход Великобритании из-за Европейского Союза все это лишь повысит интерес к японской иене и в свою очередь учитывая саму динамику за последнее время приведет к дальнейшему снижению котировок не исключено что до этого будет достигнут все-таки уровень сопротивления 125 также находится поблизости или не 38 процентов от предыдущего нисходящего трена но учитывая фундаментальные факторы снижения по данной котировке более вероятны такова ситуация с европейской валютой с европейской с экономикой европейской зоны через призму банковского сектора 2017 год скорее всего обещает быть неспокойным для экономики европейских государств и это не замедлительно отразится и на курсе европейской валюты благодарю за внимание за внимание Продолжение следует...